Животные семейства кошачьих являются самыми совершенными хищниками на земле. Их челюстью при укусе наносят большой урон жертве. Все особи обладают острым зрением, тонким слухом и хорошим обонянием. Эти ловкие и быстрые животные сходны по своему строению, с высоким уровнем умственных способностей. Большая часть видов охотятся ночью или в сумерки, ведут как одиночный образ жизни, так и групповой. В Дагестане насчитывается 4 вида кошек. У нас в музее представлен кот лесной, европейский или дикий, который очень похож на домашнего кота. Лесные кошки предпочитают селиться в скальных расщелинах, дуплах и чужих брошенных ногах. Человека его же и лиси сторонятся. Однако известны случаи, когда дикий кот поселялся в пределах сельских местностей, истребляя в округе мелких грызунов и воруя домашних птиц. В условиях горных широколисных лесов эти кошки охотятся на ящериц, грызунов, птиц небольшого размера, иногда нападают на молодняк копы. В рационе также присутствуют некоторые травы и коренья, рыба, насекомые и свежая падает. Наибольшую активность лесной кот проявляет в темное время суток, но в летний период может охотиться и днем. Этот хищник предпочитает сидеть в засаде и нападать на жертву расплох, а иногда открыто пускается в погоню, например, охотясь на зайца. Природа одарила лесного кота серо-коричневым окрасом, что делает его незаметным среди опавшей листвы и среди деревьев. Дикая кавказская кошка хорошо лазит по деревьям и неплохо плавает, но лезет в воду только в случае крайней необходимости. Опасность для животного могут представлять рыси, шакалы, камушевые коты, куницы и лисицы. В случае угрозы жизни животное развивает большую скорость или забирается на верхушки деревьев. В многоснежные холодные зимы возникают ежегодные сезонные миграции, места более пригодные для обитания. Глубокий снег мешает быстрому передвижению, из-за чего дикий кот вынужден менять место жительства. Если условия благоприятные, животное зимует там, где обитает. Брачный период у которого длится с февраля по март. Продолжительность жизни 15 лет. Еще один представитель нашего музея – это камушевый кот Хаус. Ее называют еще «болотной рысью», благодаря ее ушкам. Типичный обитатель побережья рек, озер, покрытых зарослями тростника. В таких местах камушевый кот обитает круглый год, лишь изредка и ненадолго выходя на открытые пространства, например, в степи, но в основном зимой, чтобы поохотиться на грызунов и степную дичь. Место обитания Хауса изобилуют болотной и водяной птицей, водяными крысами, мышевидными грызунами, а также рыбой. Этот кот – заядло рыболов, который охотно идет в воду и прекрасно плавает. Убегая от человека или собаки, он обычно бросается в воду, спасаясь в плаве. Как правило, зимой обитает вблизи незамерзающих водоемов. Хаус ведет в основном ночной образ жизни. Охотится рано утром или вечером, а также может выйти на охоту и днем. Особенно часто он охотится днем на подранок уток. Выстрелов они не боятся и держатся близ охотников, быстро подбирая ненайденные ими подранки. Хаус небоязвим и малоосторожен, силен и злобен. Редкая собака возьмет его в одиночку. Охотясь на суше, кот двигается осторожно и бесшумно, припадая к земле. Во время охоты руководствуется не только слухом, зрением, но и обонянием. Часто лазит по деревьям, иногда кот караулит свою добычу. Естественных врагов у кота нет, зато много конкурентов. Он вынужден делиться своей добычей с лесой, лесным котом, иногда с шакалом и некоторыми фишными птицами, особенно с болотным гуми. Хаусы размножаются один раз в год. Камушевый кот линяет два раза в год. Весенняя линька начинается в феврале, а заканчивается в середине апреля. Осенняя линька более растянута. Она заканчивается в сентябре. Продолжительность жизни 10-12 лет.